МАУНТ ЭНД БЛЕЙДЕ Будет ли Хитман 6? В серии Хитман, наряду с Том Брейдер, остается приоритетной для европейского отделения издательства Square Enix. И новые части обеих серий уже находятся в активной разработке. Однако за шестого Хитмана отвечает уже не датская IO Interactive, а образованная в прошлом году студия Square Enix Montreal. Ключевые специалисты уже переехали из Дании в Канаду, чтобы принять участие в разработке. Собственно, и возглавляет команду сам Карстен Лунд, один из ветеранов IO Interactive, проработавший в ней 11 лет. Он уже заявил, что не стоит от новой части ждать прямого наследника оригинальных идей. По словам Карстена, серия будет серьезно преображаться, и шестая часть сильно всех удивит. Можно предположить, что называться она будет «Хитман Профессион». Именно этот торговый знак был зарегистрирован в декабре прошлого года. Но надо понимать, что серия не полностью перешла во владение Square Enix Montreal. Все это время отвечавшая за Хитмана студия IO Interactive никуда не делась. В ее стенах сейчас бушует серьезная реорганизация. Кресло руководителя занял Ханнес Зейферт, который до этого отвечал за перезапуск Tomb Raider. Уволена половина команды, отменена часть проектов, и начата подготовка к созданию, чего бы вы думали, правильно, еще одной игры серии Хитман. Все это приведет к тому, что с Агентом 47 мы отныне будем видеться чаще. Не исключено даже, что ежегодно. Ну а релиз Хитман Профессион наверняка состоится уже осенью следующего года. Что-нибудь слышно о Mount & Blade 2? Разработка официально ведется. Игра называется Mount & Blade 2 Bannerlord и создается оригинальными разработчиками из турецкой Tail Worlds. На своих экранах вы видите кадры из альфа-версии проекта. Подробности сиквела пока держатся в тайне, и не очень понятно, на какой стадии сейчас находится работа и когда планируется релиз. Омрачает ситуацию и то, что Tail Worlds, судя по всему, больше не сотрудничает с издательством Paradox Interactive, а значит, не имеет стороннего финансирования. Интервью авторы давать отказываются, официальный сайт не обновлялся уже почти год. Не удивимся, если в обозримом будущем Mount & Blade 2 появится на Kickstarter. Больше сказать нечего. Будет ли серия Metal Gear Solid выпущена на ПК? Скорее всего, нет. Первые две части, вышедшие в 98 и 2001 годах, на компьютерах появлялись, но вот следующие вряд ли когда-нибудь заглянут на народную платформу. В сентябре можно будет купить сборник Metal Gear Solid The Legacy Collection, включающий все игры серии, но только в версии для PlayStation 3. Тем не менее, пятая часть, The Phantom Pain, на PC практически точно выйдет. Хидео Кодзима подтвердил, что разработка компьютерной версии уже ведется, но медленными темпами. Команда все свое внимание акцентирует на консольных версиях, а PC-изданием вплотную займется только когда появится свободная минутка, то есть уже после релиза игры на Xbox One и PlayStation 4. Будет ли продолжение серии Xenus? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, подумайте, а кому нужен Xenus? Украинская студия Deep Shadows, по сути, закрылась еще в период кризиса, в 2009-м. В августе разработчики сообщили, что вся команда уволена, и когда их последний проект, экшен-предтечи, еще даже не вышел, в ее составе оставалось лишь 4 человека. А после релиза от Deep Shadows не осталось и следа. Издательству Russabit M Xenus совершенно точно не нужен. Разработка подобного проекта стоит огромных денег, а вероятность, что он хотя бы окупится, крайне мала. Да и оригинальная дилогия Xenus была, прямо скажем, игрой полупрофессиональной. Явно талантливой, но кривой и недоделанной. Если уж JSC побоялась делать полноценную вторую часть Сталкера, не имея вообще никаких финансовых проблем, то что уж говорить о далеко не самом популярном творении Deep Shadows? Странно, что в Стронгхолл 4 еще кто-то ждет. Студия Firefly с каждой новой игрой все сильнее теряет тот выдающийся уровень, заложенный в самый первый Стронгхолл. И после третьей части, уничтоженной разгромными рецензиями с оценками ниже пяти баллов из десяти, чудо ждать не приходится. Но команда все же работает над новым проектом. Только это не Стронгхолл 4, а Стронгхолл Крусейдер 2, сиквел самой успешной части серии, которая, по иронии судьбы, была лишь спин-оффом. Релиз состоится в 2014-м, там и узнаем, удастся ли Firefly взять себя в руки и вернуть серии былой престиж. Не побоимся сказать, что от успеха этой игры будет зависеть судьба франчайза, а может даже и самой студии. Что там с экранизацией Mass Effect и серии в целом? Как мы неоднократно говорили в GS Times, Mass Effect 3 не станет последней игрой в серии. Трилогия лишь завершила историю командора Шепарда, а дальше будет рассказывать о каком-то совершенно новом герое. Авторы вообще с большим энтузиазмом рассматривают создание всяко-разных спин-оффов. Например, по словам создателя серии Кейси Хадсона, ему бы очень хотелось сделать отдельную игру про Гарруса Вакариена и рассказать о его жизни, когда тот еще служил в рядах службы безопасности Цитадели. Это один из его любимых персонажей. То же самое считает Дасти Эверман, другой сотрудник BioWare. Он говорит, что Гаррус это не просто один из центральных персонажей Mass Effect. Это такой же герой, как и Шепард, и он заслуживает отдельной игры о своих приключениях. Но разработчики до сих пор не определились с окончательной концепцией. Лишь несколько месяцев назад они закончили первый черновой вариант дизайн документа, а значит, игра находится в начальной стадии разработки и может измениться еще не один раз. Единственное, что сейчас можно сказать точно, над проектом работают те самые люди, что в 2003-м выпустили одну из лучших РПГ всех времен Star Wars Nights of the Old Republic. А это уже обнадеживает. Что же касается фильма по мотивам, то, как это обычно и бывает, ждать его раньше 2016-2017 года не стоит. Подготовка к съемкам вроде как ведется, но затянуться она может очень надолго. Зато, как говорит Томас Тул, исполнительный директор кинокомпании Legendary Pictures, из Mass Effect они собираются сделать по-настоящему выдающийся фильм и точно не подведут командора Шепарда. Но на экранизацию такой сложной и многогранной вселенной, по словам Томаса, требуется много сил и времени. Предположительно, сюжет фильма перескажет события 2183 года, когда Шепард вместе со своей командой сражался с геттами, пытаясь спасти человеческую расу от уничтожения и отправился за древним артефактом цивилизации Протеан, который обнаружили археологи на одной из колоний Иден Прайм. На этом третий выпуск GSFAQ заканчивается. Еще раз напоминаем, что сбор вопросов ведется в специальной теме в нашей группе ВКонтакте. Вопросы, которые вы задаете в любом другом месте, рассматриваться не будут. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok